боевая машина поддержки танков 72 известная также как терминатор 2 или объект 199 представляет собой новую модификацию боевой машины поддержки танков разработанную уралвагонзаводом машина построена на базе шасси боевого танка т-72 до вторжения в украину терминатор изначально задумывался как машина способная прикрывать танки от противотанковых установок и двигаться вместе с ними в одном строю но на самом деле учитывая конструкцию и возможности терминатора это едва ли выполнимо в настоящее время бронемашины не предназначены для движения в одном ряду с танками а тем более перед ними по сути бмп-т терминатор находится где-то посередине между бумпе и танком по цене и качеству он недостаточно мощен для полноценного танкового боя но чуть более эффективен чем обычная бомпе основная задача терминатора поддерживать танки и выполнять функции механизированного бойца пехоты исходные цели проектирования заключались в создании бронемашины способные защищать танки особенно в городской местности где танки оказывались уязвимыми перед противотанковыми комплексами и воздушными целями на тот момент у советского союза была шилка которая могла атаковать воздушные и наземные цели но у нее не было адекватной брони как у терминатора новая бронемашина должна была быть эффективной против пехоты и операторов противотанковых установок выполнять функции зенитного комплекса и быть более доступной в цене чем танк таким образом в случае потери затраты на терминатора были бы ниже чем на танк эта задача была важной на тот момент и успешное выполнение ее позволило бы терминатору отлично защищать танки и выполнять свои функции на поле боя в 2011 году был официально представлен первый терминатор что считается началом его эксплуатации казахстан закупил 10 единиц этих боевых машин но возникли нарекания от правительства относительно названия считалось неуместным называть такую передовую технику в честь голого железного мужчины австрийского происхождения власти настаивали либо на сохранении названия рамка 99 либо на присвоение другого более славянского названия однако в конечном итоге название терминатор осталось неизменным определенной точкой перелома на заказ российской армии этих машин стало его использование в сирии в 2017 году там он продемонстрировал эффективность доказав свою пригодность для боевых условий кроме того некоторое количество этих машин было закуплено также алжиром экипаж bmpt 72 состоит из трех человек после удаления двух гранатометных позиций с бортовой части водитель занимает место в центре носовой части корпуса а наводчик и командир располагаются сзади у новой машины улучшенная мощность орудия защита и система управления по сравнению с предыдущей версией боевая масса также сокращена с 47 до 44 тонн она вооружена двумя 30 миллиметровыми автоматическими пушками 242 с боеприпасами на 850 снарядов четырьмя противотанковыми ракетными комплексами атака т с лазерным наведением и одним спаренным пулеметом пк т м с механизмом дистанционного перезаряжания система наблюдения и управления огнем включает прицельные и тепловизионные каналы лазерный дальномер встроенный лазерный канал для управления наведением ракет а также независимую стабилизацию поля зрения в азимутальной и вертикальной плоскостях для обеспечения многоспектрального прицела наводчика командир оснащен панорамным прицелом а наводчик имеет дневные перископы для обнаружения целей на расстоянии до 5000 метров в дневное время машина также оснащена системой управления огнем баллистическим вычислителем блоками метеорологической и топографической передачи бмпт-72 имеет стальной бронекорпус и башню а защита дополнительно усиливается за счет модульной динамической броной для защиты от реактивных гранат приспособлены решетчатые щитки в кормовой части машина также оснащена дымовыми гранатометами для создания дымовой завесы и системой защиты нубси ядерной биологической и химической силовая установка включает либо 12-цилиндровый многотопливный дизель 84 мс жидкостным охлаждением и центробежным нагнетателем либо дизель в 92 из 2 с турбокомпрессором мощность двигателя в 92 из 2 составляет 1000 лошадиных сил трансмиссия имеет 7 передач переднего хода и одну заднюю машина оснащена дизель генераторной установкой мощностью 5 или 8 киловатт а подвеска включает торсионные пружины опорные катки и ведущую звездочку максимальная скорость по шоссе 60 километров в час а запас хода с подвесными топливными баками достигает 500 километров машина способна преодолевать траншеи шириной до 2 и 8 метров касаясь количества созданных машин терминатор 1 и терминатор 2 на вооружение россии то на момент 2018 года их было около 10 единиц однако точное число созданных машин на сегодняшний день не разглашается из-за их участия в войне с украиной но речь идет о единицах цены на эти версии варьируются от 1 миллиона до 2 с половиной миллионов долларов за единицу что является довольно высокой ценой российские власти признают что это значительная сумма за такую технику особенно учитывая ее недостатки из-за которых она не должна стоить так дорого сравнение с американскими машинами их цена составляет от 2 до 4 миллионов долларов в зависимости от компоновки и версии например версия м24 может стоить около четырех с половиной миллионов долларов если сравнивать терминатор с главными конкурентами и основное как только боевая машина покинула красную площадь и отправилась куда-то дальше чем на парад оказалось что она просто непригодна для своих целей эту колонну заметили очевидцы в украине где техника направлялась для укрепления армии рф на донецком направлении однако вместо усиления она принесла лишь увеличение количества дорогостоящего металлолома уже в первых боях было уничтожено несколько машин а еще две подбиты несмотря на годы модернизации 10 лет пропаганды по рост тв и уверения сотни псевдо экспертов все это коту под хвост техника предназначенная для защиты танков не способна защитить даже саму себя более того она выше танка по габаритам что делает ее соответственно более уязвимой на поле боя особенно для противотанковых средств все-таки танковая башня и с динамической защитой и сама бронированная если поражать танк то и джавелин и энлау его поражают нанося удар через верхнюю полусферу то есть там где самая слабая броня а здесь модуль менее защищенной башни менее бронированная и в принципе ее можно поражать даже менее мощными средствами этот факт делает ее бронирование менее эффективным так как уязвимость уже обнаружено и это используется